Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы сегодня, я должна объяснить, почему этот эфир. Мы сегодня договорились, что мы обсудим именно в прямом эфире те проблемы, те вопросы, которые наиболее часто возникают у нас в чатах, которые наиболее часто у нас возникают в штабе, в ячейках, в социальных сетях. Озвучены те вопросы, которые вызывают наиболее высокое беспокойство и часто упоминаются. Ну и поскольку у нас вокруг ДВК, вокруг того события, которое мы запланировали на 16 декабря, акции памяти, сейчас, естественно, происходит много всевозможных событий со стороны всевозможных наших органов и так далее. И люди там, понятно, подвергаются какому-то давлению. И, естественно, вопросов идёт очень много. И, наверное, есть смысл начать с самых таких наболевших вопросов, то, что сегодня происходит. И я бы хотела начать обсуждение с того, что на 16 декабря нас обвиняют и власти, и люди, которые сегодня являются, так сказать, рупорами власти, обвиняют нас в том, что мы введём людей на какие-то противоправные мероприятия и на то, что мы призываем людей участвовать чуть ли не в бойне. Вот я предлагаю в таком формате поговорить вам сегодня, Мухтар. Да, давайте. Вот, ну давайте вот первым, да, то есть то, что людей больше всего беспокоит. Людей больше всего беспокоит, что уже сейчас со стороны правоохранительных органов идут предупреждения, и правоохранительные органы уже сейчас вызывают, приглашают людей, сообщают им, что это неправильно выходить на площадь, предупреждают, чтобы не выходили, предупреждают, чтобы не участвовали в акции ТВК. Давайте вот объясним людям, как к этому моменту относиться. То есть мы в чатах это обсуждали, давайте теперь объясним здесь, в прямом эфире, более широкую аудиторию. Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что 16 декабря – это государственный праздник и является днём отдыха в Казахстане. Это первое. Второе. 16 декабря мы приглашаем наших сторонников не на митинг, а на акцию. Мы считаем, что 16 декабря – это даже не день независимости, а день памяти и скорби, именно посвященный тем, кто пострадал в событиях 1986 года, 16 декабря и 2011 года Жанна Зении. Ну и в-третьих, у нас, именно если это государственный праздник, то наши граждане имеют право свободно перемещаться, выражать свою, по конституции, своё отношение, свою волю и свобода перемещения. Ну и надо знать и помнить, что именно 16 декабря представители власти возлагают памятными местам цветы, венки и всё прочее. И поэтому это, по сути дела, инициатива самого правительства, главе с Сунстантом Азербайевым. И хотел бы напомнить, что 9 мая, день победы, который каждый год страна отмечает, не является по статусу таким государственным праздником, как День независимости. Но тем не менее, как вы помните, Бессмертный полк, например, бродил, скажем, по всей стране. Я именно эту фразу говорю. Потому что десятки тысяч людей выходили, отмечали именно негосударственный праздник, отдавали дань памяти тем, кто участвовал в войне в 40-х годах. Это сколько лет прошло уже. Больше 70 лет. И получается, что кто-то, а государство в лице правительства, и Натарбаева, не заявляет, что это наши действия неправильные. Именно представители Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности за спиной, что называется, ходят, обзванивают, предупреждают людей. И тогда вопрос, почему Бессмертный полк 9 мая было позволено десятки тысяч, а в Алма-Ате 120 тысяч человек ходили с плакатами, с фотографиями, со знаменами. Это не проблема? А 16 декабря именно государственный праздник? Почему-то это проблема. Это абсолютно незаконный подход всех тех, кто осуществляет незаконные действия. Еще раз, 9 мая Бессмертный полк шагал по всей стране. Даже не только Бессмертный полк, а суть в том, что вообще люди массово несут цветы в этот день. И без разницы, даже с Бессмертным полком, без Бессмертного полка все массово несут цветы. И почему не могут они это сделать 16 декабря? Вопрос. Почему не могут сделать 16 декабря день независимости и тот день, когда это является государственным праздником? Придумайтесь. Конечно, это абсурд, то, что звучит со стороны неких представителей. Более того, именно Генеральная прокуратура должна выявлять действия правовых органов и наказывать их. Наказывать за то, что нарушается возможность людям праздновать День независимости в Казахстане. Ну, я расскажу, какие у нас наиболее часто приходят сообщения. У нас первое, что приходит, это, во-первых, на воскресенье даже людям уже приносят повест, то есть выходной день государственным праздником наследственные органы занимаются тем, что приглашают людей на встречи какие-то, чтобы ограничить количество людей как раз-таки в это время в 11 часов на улицах. Ну, и, понятно, естественно, очень много беспокойства на эту тему. Все люди к нам обращаются с вот этими вопросами, как реагировать на действия полицейских, когда они приходят, когда они приносят повестки и так далее. Мы вот этот вопрос в чате разъясняли, давайте мы еще вот здесь как-то разъяснимаем. Я до этого ранее говорил, что эти действия полиции незаконные, и мы знаем, что на самом деле полиция, сейчас, какие действия осуществляет? Просто берется таким валовым методом, приглашает людей в полицию и проводит антиагитационную работу против демократического выбора Казахстана. Они говорят, что вот демократический выбор плохой, это экстремистская организация, причем экстремизм они не объясняют, хотя ДБК все время говорит, наши акции мирные, мы эту власть безусловно будем добиваться ее смены, но мирным путем, так же, как это было в Армении и Грузии и других странах. Это во-вторых, все наши действия будут законны в соответствии с действующим законодательством. Это во-первых. во-вторых, демократический выбор Казахстана, ну и еще он не зарегистрирован в Казахстане, поэтому, когда они говорят запрещенной организации, это, конечно, вызывает удивление. Ну и вопрос, как можно запретить организацию с названием демократический выбор? При этом в Конституции во всех наших законах говорится о демократическом выборе Казахстана, о ее собственно конституционном устройстве, о выборности и все прочее. То есть, собственно, сама модель политического устройства Казахстана демократический, заявленная самой Конституцией во всех законах Казахстана. И, конечно, это нонсенс, когда говорят о запрете демократического выбора Казахстана. Ну и главное, почему полиция занимается тем, кто начинает устраивать препятствия людям, чтобы они 16 декабря могли свободно перемещаться, прийти туда, куда они считают нужным и проявить свою солидарность тем, кто погиб 16 декабря. Это просто антизаконно. Все действия полицейских незаконны. Более того, они не могут ни 16, ни 17 декабря кого-то вызывать опять по нашим же законам. Понимаете? Поэтому, что мы по этому поводу говорили? Да, конечно, вы сходите, послушайте, послушайте, что скажет полицейский. Не надо говорить, что вы являетесь представителем или членом демократического выбора Казахстана. Вы просто послушайте эту безумную власть в лице представителей работников правоохранительных органов. Как они говорят, извини, баке-маке-саке, нашим сторонникам, ну я перечисляю просто разных ребят, это наша работа, нам начальство приказало и так далее. И они все понимают абсурдность того, что делают. Поэтому, уважаемые наши сторонники, вы просто приходите, выслушиваете, говорите, мы вообще не имеем отношения к этой организации. И 16 декабря вы просто выполняете то, что считаете нужным. А именно, вы просто идете, возлагаете цветы, венки, выражаете какую-то солидарность для себя, понимая, что это день памяти погибших, пострадавших 16 декабря 86-го года и 11-го года занозим. Вот, собственно, и все. Ну и да, и надо понимать, что не существует ни одного закона, который мог бы в правом порядке ограничивать эти действия. Ни у кого, ни одного полицейского, видимо, не будет никакой инструкции закона, где можно будет твердо написано, что вот именно 16 декабря взять цветы с товарищем, с каким-то объединиться или с семьей прийти там к памятным местам на площади с этими цветами. Нельзя. То есть, такого закона, конечно, нет. Еще, знаете, у нас есть такая вот еще версия новая появилась, она, конечно, смешная, но все равно, я думаю, нам есть смысл ее посудить. Появилось такое обвинение, что Аблязов ведет людей на бойню по типу французского бунта, который сегодня происходит во Франции. Ну, я считаю, что это вообще смешное, да, обвинение, потому что, как бы, то, что происходит во Франции, я не думаю, что этим можно вообще пугать. И вот, я думаю, что вам лучше известно, что там происходит, как-то вот расскажите, почему вот, ну, это сравнивать с нами бессмысленно абсолютно. Ну, сравнивать, наверное, бессмысленно, потому что во Франции люди свободно выражают свое мнение, свою позицию и их желание участвовать в митинге-пикете обычно уведомительный характер. Здесь, если и какой-то конфликт был, то только связан был с тем, что тот же самый президент Франции Макрон говорил, пожалуйста, выступайте, выражайте свое недовольство, это в нашей Конституции и законах присутствует, мы не можем вам препятствовать, только не надо ничего разрушать. Конечно, были люди, которые хотели мародерствовать, разрушать магазины, это всегда при каких-то скажем, нестандартных ситуациях бывает, но, собственно, для этого существуют правоохранительные органы и полиции, которые должны препятствовать возникновению таких ситуаций. Я, собственно, ходил по Парижу свободно, здесь тысячи людей ходят в желтых жилетах, просто тысячи, заполненные улицы, центральные площади, и никто их не преследует. останавливают только тех людей, которым у полиции могут быть вопросы, например, он идет с рюкзаком, они просят показать рюкзак, и когда находят разные предметы, которые потенциально могут сформировать напряженную ситуацию, именно газовые баллончики или какие-то летательные приспособления, метательные приспособления, которые могут нанести удар полиции, они это изымают, и все, и говорят, что Мусье, вы можете дальше идти выражать свою волю, и люди выходят, приходят тысячами, вот, собственно, они во Франции и добились изменений в результате этих акций протеста в течение двух-трех недель. Я хочу сказать, что я проживаю здесь во Франции уже два года, и могу просто проинформировать, что здесь постоянно идут какие-то акции, мейтинги, забастовки, это часть жизни и часть того, что мы называем демократической страной. Через эти митинги, акции протеста правительство страны понимает, где существуют проблемы, где существует социальный накал, реагируют. Когда протестующий выходит с теми или иными своими требованиями, правительство начинает реагировать, изучать. Вот, собственно, так и получилось здесь, когда желтые жилеты потребовали отменить экологический налог, собственно, собирался вести президент Франции с Нового года для того, чтобы улучшить экологическую обстановку во Франции для благих целей. Но народ не согласился, потому что они посчитали, что на несколько центов, евроцентов повышение цен на нефтепродукты это не устраивает, это отнимает их доходы. Они, собственно, и вышли и, более того, начали развивать свои требования шире. И к чему это привело? Реально это чуть не привело к отставке президента Франции и его правительства. И президент Франции, надо ему отдать должное, вышел на телевизионных каналах, вышел на пресс-конференцию, внес поправки, вышел с пакетом новых экономических реформ, повышал минимальную заработную плату, он принес извинения французскому народу, он сказал, что извините, я ошибся, я не оценил, что я до этого упирался, не соглашался, я не оценил на самом деле бремя этого налога, мы вносим изменения, более того, когда парламент действительно сначала как бы объявил мораторию на ведение этого налога, он сам принял быстрое решение отменил эти налоги вообще, то есть эти протесты привели к тому, что власть услышала народ и провела необходимые изменения, а что же у нас происходит, в этом смысле нет никаких сравнений, власть живет своей жизнью, и когда я говорю власть, надо иметь ввиду, что это султан Назарбаев, потому что власть в стране не имеет ни парламент, ни правительство, никто, только он назначает правительство, только он фактически назначает депутатов, он назначает судей, он назначает Акимов, и когда мы говорим власть, мы всегда должны подразумевать, что это власть лично султан Назарбаев и сейчас его ближайшие родственники, и в этом смысле вы когда-нибудь слышали извинения его перед народом, вы когда-нибудь говорили, что он ошибся, и он хочет внести изменения, улучшить целый пакет реформ, нет, он говорит, вы не работаете, все хорошо, вот идите на кладбище, ваша жизнь по сравнению с кладбищем лучше, вот о чем он говорит, если бы народ вышел бы так же активно и слаженно, как это произошло во Франции, мы бы давно с нашими богатствами жили бы очень хорошо и очень быстро догнали бы ведущие страны мира, вот собственно для чего нужны митинги, акции протеста, и они существуют во всех цивилизованных странах, как сейчас политической культуры, которые разрешены с законом и внесены необходимые статьи в Конституцию, это право человека, поэтому когда кто-то говорит, что во Франции все плохо, я хочу сказать, что именно возможность выходить, выступать на митингах, выявлять свою волю и свободу, это неотъемлемая часть жизни любого гражданина свободной страны, коим является Франция, именно это позволяет Франции развиваться очень хорошо, понимаете? Ну вот здесь сразу вопрос, исходя из того, что вы сейчас говорите, все задают вопрос, зачем нам выходить на эти акции, если они, скажем так, пресекаются органы правопорядка, если на них реагирует власть экстремистки, если грубо смотреть, то именно власть ведет себя как экстремист, и тогда зачем нам на них выходить, почему бы нам не найти какой-то такой способ более мягкий, который не связан с такими радикальными мерами, почему бы нам не проводить это в социальных сетях, это я вам транслирую то, что люди постоянно транслируют в наших чатах, там, допустим, в социальных сетях, в комментариях и так далее, то есть это довольно распространенное мнение, более того, и политологи некоторые, ну будем говорить о Кординске, потому что вряд ли у нас есть политологи независимые, и правозащитники даже порой транслируют вот эту версию, что народ не готов, вот я хочу вот об этом, чтобы вы выяснили, то есть когда или нам сидеть ждать, чтобы народ подготовился, стал готов, или все-таки мы должны что-то делать с этими акциями, для чего мы их выводим, для чего мы приглашаем людей выходить на улицу, что это даст? Ну, во-первых, я уже говорил, что право выходить на улицу, выходить на пикеты и митинги, это неотъемлемое право человека во всем мире, в том числе это право зафиксировано в Конституции Казахстана и во всех наших законах, это право есть, другой вопрос, что это право на бумаге, и наше государство не дает, ну, я когда опять же говорю, государство, не существует государства, это Нурсултанат в лице одного человека, который контролирует всю власть, поэтому давайте, когда я буду употреблять слово власть, надо четко понимать, что это Нурсултан Назарбаев, именно он контролирует власть, так вот, Нурсултан Назарбаев не дает людям никак поражать свои мысли, свои настроения, если кто-то попытается выйти на пикет, хотя в законе написано, что одиночные пикеты разрешены, не требуется никакого разрешения, как вы знаете, человек задерживается, и его держат несколько часов в полиции, потом кое-как отпускает, и потом еще штрафует, хотя это незаконно, это в законе написано, и так пикеты у нас получается невозможно провести, в митинге недавно одна группа несколько месяцев методично подавала во все акиматы, во всех акиматов получили отказы, мы это, я имею в виду, когда первый, второй, третий и так далее, период создания политической оппозиции в частности ДВК, мы это проходили много раз, мы подавали заявки на проведение митингов, власть нам не давала их, ну еще раз, Назарбаев не давал, и вот, собственно, недавно эта группа убедилась, что митинги власть не будет давать, так, что у нас осталось, ага, давайте говорить, давайте протест, ну есть разные формы протеста, можно открыть форточку, включать, типа, вы дураки, вот, и договориться, что вся страна одновременно, что это изменит, ничего не изменит, хорошо, давайте мы поговорим о протесте в социальных сетях, но опять же, что у нас делают представители власти, за протест в социальных сетях, даже за репосты, даже за лайки, вот недавно в Толу-Бургане был налет на 67-летнего пенсионера, который ставил лайки на мои посты, то есть получается, даже выразить свою позицию в социальных сетях уже невозможно, осталось только под идеалом шепотом произносить, но известно же, что когда ты в своей стране не можешь выразить свое мнение, и ты вынужден шепотом где-то говорить, это о чем говорить, это говорит о том, что наступил период оккупации, перед оккупации, вот, пожалуйста, все перед нами, и если это происходит, если мы хотим независимость, если мы хотим изменить свою жизнь, что происходило, когда была битлевская оккупация, люди боролись, боролись, были партизанами, воевали и все прочее, чтобы выгнать фашистов, правильно? Вот так борются с оккупацией, и надо для себя понимать, что мы находимся сейчас в приоккупационном режиме одной семьи. Теперь возвращаясь, что нужно все-таки делать? Все те, которые хотят изменить свою жизнь, построить новую страну, свободную, которые хотят свободы для своих детей, нет вариантов, как бороться с этим. Есть разные способы борьбы, я их перечислил. Обычные протесты, как бы попытка получить разрешение, они не работают. Тогда мы сейчас говорим о том, что мы используем возможность, когда существуют государственные праздники, Новый год, наурыз, собственно, я могу перечислить разные дни, которые государство квалифицирует как государственные праздники. Мы именно в эти дни выводили наших сторонников. Для чего? Для того, чтобы объединиться, для того, чтобы люди не боялись и понимали, что они не единственные, которые думают так плохо, негативно о нашей власти, и не они единственные, которые хотят изменить свою жизнь. вот такого рода акции, они как раз объединяют людей и позволяют выйти на новые акции, уже митинги. Собственно, так было в Армении. В Армении тоже не в один день десятки тысяч вышли на улицу. Тоже, как и мы, они более десяти лет находились при Сержис-Ракисиан, и боролись, и их сажали в тюрьмы, преследовали, были случаи убийств, все это было. Поэтому, если мы хотим изменить свою жизнь, нам надо объединиться, найти соратников, найти тех людей, которые поддерживают наши взгляды, и вот такого рода акции, как 16 декабря, они как раз и позволяют это сделать. Когда вы увидите, что мы придерживаемся одной линии, у нас десятки тысяч, и когда в следующий раз демократический выбор Казахстана обратится к сторонникам, что необходимо выйти на митинги, вы знаете и знали, что вчера совсем действительно выходили тысячи и десятки тысяч, и завтра еще выйдут. Вы уверены в этих людях и знаете, что таких людей, как вы, желающих изменений много, и тогда действительно будут митинги, это первый этап, это первые шаги, чтобы мы были в состоянии выйти на общенациональный митинг по всей стране. Поэтому необходимо участвовать в таких мероприятиях. По поводу того, что решение все назарбают, хотелось к этой теме вернуться. В среду был опубликован небольшой фрагмент на странице телерадиокомплекса президента, где он говорит о том, что путь лидера это практически путь одиночества, и что и подтверждает прямым текстом, что все решения в законе своего управления он принимал сам. Если отталкиваться от этого его признания, то получается за все в ответе в Казахстане, за все события, которые в Казахстане происходили и происходят, получается, реально отвечает Назарбайд. то есть вот эти все пресечения по акциям по нашим, по поведению тому, который сегодня демонстрирует полиция в адрес граждан, это тоже получается прихоть одного человека, приказ одного человека. Давайте вот тоже вот в этой стороне обсудим вот ваше мнение хочется узнать на вот этот видеоролик, я вам сегодня скидываю. Знаете, я здесь хотел бы добавить, он забыл сказать, что путь лидера авторитарной страны, это очень важная такая ремарочка, потому что в демократических странах лидеры не одиночки, они не принимают в одиночестве решения, они имеют поддержку общества или наоборот не имеют, когда они не имеют, то тогда люди свободно выходят десятками тысяч на улице на акции протеста, это так живут лидеры свободного мира, они получают поддержку или наоборот свист, они не одинокие, они каждый день сидят как на вулкане и кончиками пальцев ощущают настроение людей, а как же ведет себя лидер так называемой авторитарной страны, Назарбаев не лидер, он себе присвоил право быть лидером, это как нате, чемпион мира рыхлый, никакой, и вот стоит такой тайсон рядом, а вот Назарбаев такой, скажем, не боксерский вид, объявляет, что он чемпион мира, что будет? Весь мир будет смеляться, в данном случае тоже, что за лидер? Лидер это когда проводятся честные, свободные выборы, на котором участвуют все, и он побеждает, народ его поддерживает, он показывает свои интеллектуальные, все другие организаторские качества, это действительно лидер, а он не лидер, он себе присвоил, узурпировал власть, центральную избирательную комиссию поставил своего родственника во главе, расставляет своих людей, потом политифицирует выборы, потом вешает себе корочку, что он не ельбасы и лидер, такой же он лидер, его народ не избирал, он назначил себя, это дряхлый во всех отношениях человек, это не лидер, который вот говорит, что он в одиночестве принимает решение. Теперь дальше, природа авторитальной власти заключается в том, что он, как я говорил, назначает все и вся в стране, все и вся, парламент, министров, правительства, поэтому ему ни с кем советоваться, он их всех назначает и сам принимает единственное решение, нет в стране ни одного института, который бы принимал самостоятельные решения. Парламент получает от него команду, правительство получает команду, он их собирает и распекает, как маленьких детей, и на это учить, пример министр, там народ не работает, глава антикоррупционного ведомства поднимает, причетчет и бурчишь под нос к себе, как он может с ними советоваться, а когда тот говорит, что вот комплекс большой, коррупционные ведомства все знают, он говорит, ну конечно, у вас сладкое ведомство, это президент страны и прекрасно знает, что это коррупционное ведомство не пытается изменить ситуацию, поэтому, вещание он именно поэтому принимает в одиночество, потому что ему злое мнение вообще неинтересно, и он полностью в одиночество, потому что в отрыве от своего народа, от своих чиновников, он стоит над всеми, над всеми, конечно, он одинок, и такой одинокий висит, он в конечном счете будет подбит, такой одинокий, одинокий летающий над народом, и он будет выброшен на свалку истории, а если говорить об одиночестве, он оговорился очень хорошо, он действительно сказал, что он единственный принимает решение, у него есть разные советики, которые ему дают информацию, так вот, я хочу сказать, что он в одиночестве принимал решение произвести расстрел Жанна Зенцев, ни у кого не должно быть иллюзий, когда кто-то говорит, что вот, это Мухаммед принимал Касымов решение, министр внутренних дел, нет, министр не принимает никакое решение, это его исполнители, это его исполнители воли, и вообще, это его подельники, потому что они не имеют самостоятельного значения без приказа со стороны именно султан Назарбаева, также, именно султан Назарбаев давал команду убить бывшего Акима Алматы, Алматы, Алматинской области за Мамбеком, Рукоделова, именно, но султан Назарбаев, как он говорит, в одиночестве принимал решение расстрелять Алтенбека, Серсимбаева, именно он принимает одиночество, решение посадить людей в тюрьмы, именно он принимает решение отключать интернет, когда мы выступаем от имени демократического выбора Казахстана, именно он в одиночестве сказал объявить демократический выбор Казахстана экстремистской организации, вот, собственно, в чем суть одиночества, он действительно одинок, потому что его не поддерживает народ, потому что каждое его слово, особенно недавнее, когда он начал сравнивать жизнь наших граждан, говоря, что они хорошо живут относительно кладбища, это говорит о том, что человек полностью одинок, одинок, потому что он оторвался от нужд и реалий жизни. Я хотела сказать, у нас тоже, кстати, демократический выбор Казахстана довольно часто и лично вас приказывают монополизации оппозиционного пространства. Давайте мы тоже моменты... Ну, знаете, я, честно говоря, не очень понимаю, как монополизировать можно оппозиционное пространство. Власти, понятно, у него в его руках полиция, комитет национальной безопасности, финансовые ресурсы страны, все государственные органы власти под его контролем, и все, кто появляется, он уничтожает, сажает тюрьму, убивает и все угодно. Оппозиционное пространство, оно свободное. Все те, кто находится в оппозиции, они подвергаются и следуют со стороны режима, они попадают в тюрьмы. Мы что, монополизировали тюрьмы? Право попадать в тюрьмы? Нет проблем. Уважаемые друзья, выйдите, покритикуйте эту власть, становитесь частью оппозиции, садитесь в тюрьму. Разве его монополизируют возможность сопротивляться? Что нам эта монополия дает? Нам что? Перепадает миллиарды долларов, которые Назарбаев, используя свои служебные положения, ежегодно крадет? В банке заливает десятки миллиардов свои, что оппозиции получает, кроме шишек? Вот вы, например, Жанна, находитесь в Украине, вас пытались посадить в тюрьму, вы сидели там больше месяца провели следственной изоляторой, ваш сын десятилетний был один. Что я, как представитель оппозиции, имею, кроме того, что меня преследуют, похищали семью, я провел суммарно около пяти лет своей жизни в тюрьму. Кто-то хочет сказать, что мы монополизировали право страдать? Это безумная фраза. Мы свободны, пожалуйста, вливайтесь в наши ряды, демонополизируйте оппозицию, демонополизируйте право попасть в тюрьму, демонополизируйте право, что вас могут убить, нет проблем, занимайтесь. Это я просто хотела, чтобы вы это разъяснили, потому что у людей очень искаженное понимание вообще борьбы и политической борьбы в целом. Кстати, я бы тоже хотела об этом сказать. Дело в том, что даже когда я бежала в Украину и мы с вами начали общаться первые месяцы после того, как я сюда приехала, даже тогда я на тот момент очень плохо понимала, что такое политическая борьба. То есть у меня не было, то есть это было одно целое, борьба и борьба. Оказывается, политическая борьба очень сильно отличается. И сегодня мне задавали этот вопрос, почему люди именно по политике, чтобы мы как-то поговорили об этом, что такое политика и как воспринимать ту политику, которая есть у нас в Казахстане, как с этим бороться, какие методы есть, как взрослеть людям в политике. Но когда мы говорим о политической борьбе, классическом ее понимании, то это совершенно не то, как думают многие. Они думают, что написали пару постов критических в сторону власти, и вот они уже занимаются политической борьбой. Ну, как-то известный правозащитник и журналист Сергей Туванов по этому поводу правильно квалифицировал, кто такой диссидент, кто общественный деятель, кто политик. Так вот, если говорить именно о демократическом выборах Казахстана, мы занимаемся именно политической борьбой. В чем суть политической борьбы? Суть политической борьбы заключается в том, что мы хотим прийти во власть, мы хотим завоевать эту власть. Когда Нурсултан Назарбаев говорит, они рвутся к власти, я хочу сказать, что он присвоил эту власть, захватил, узурпировал власть. Это то свойство, за которое борются политические организации во всем мире, партии, выходят со своими программами, озвучивают цель, что они хотят сделать, какие изменения они хотят в результате освоения этих, реализации этих программ принести в страну, и граждане на выборах голосуют за эту партию, и эта партия приходит в власти. Такая модель работает во всех цивилизованных странах мира, которые хорошо развиваются и процветают. И мы, как политическая организация, именно этого хотим. Мы хотим построить цивилизованную страну, мы, как партия незарегистрированная хотим прийти к власти, мы хотим добиться изменений, построить действительно демократическую страну, потом мы хотим построить парламентскую республику без должности президента, ликвидировать эту должность, внести изменения Конституции, когда все граждане страны равны перед законом, а не только на султан Назарбаев равнее-равнее всех, когда у него исключительные права, его близких родственников, когда его невозможно посадить в тюрьму за все его преступления. В Конституции эти изменения мы хотим внести и сделать всех равными перед законом. Мы действительно боремся, мы действительно находимся в политической борьбе, потому что наша цель сменить этот режим, построить новую страну. У нас есть программы экономических реформ, политических реформ. И когда этих программ нет, и когда люди не объединены политическую организацию, и когда люди не ставят цели, задачи прийти во власть, это не называется политической борьбой, это называется диссидентством, критикой, разным можно ее словами озвучить, но это не является политической борьбой. Политическая борьба только тогда, когда организация заявляет о своем желании и намерении прийти во власть и изменить, добиться изменений в стране. Вот что такое политическая борьба. Вот отсюда и твердость к приверженности к этим политическим идеям и приверженности к нашей организации. Видимо, вот этот момент все время надо как бы разъяснять, но мы вынуждены оглядываться на реалии нашей жизни. Реалии таковы, что Назарбаев к марту собирается проводить выборы, как мы предполагаем, что это в марте случится и по своему варианту так называемые выборы могут произойти. Вот еще хотелось этот момент очень сильно прокомментировать, потому что люди в ожидании этого момента строят очень много разных гипотез и считают, что после прихода, то есть после смены президента в Казахстане наступят некий перемен. И я вижу комментарии многих своих френдов на полном серьезе считают, что возможны какие-то реформы, либерализации и прочее. Давайте еще это прокомментировать. Я уже по этому поводу комментировал ранее, но еще раз подробнее скажу. Дело в том, что мы сейчас имеем авторитарную модель, когда власть принадлежит и его семье. И когда кто-то говорит, что вот этот шал достал, скорее бы он умер, я по этому поводу иронизирую и говорю, что ребята, не надо желать ему смерти, более того, нам надо, чтобы он жил как можно больше, дольше и был здоровым. Мы в итоге должны его арестовать и наказать за все эти преступления, которые он совершил. мы его здоровеньким долгожителям должны посадить в тюрьму, чтобы это был урок до всех последующих так называемых политиков, которые узнекировали власть, грабили сторону безнаказанных. Есть очень простые вещи, есть простое решение со стороны народа, если человек совершит преступление, должно быть возмездие. И поэтому нельзя ему желать смерти. Дальше. Если Назарбаев вдруг умрет, что плохо, власти идут члены его семьи, например, Дариган Назарбаев, или из его клана, типа Карема Масимова. Но представьте себе, какой смысл им какие-то реформы проводить, давать вам свободы. Если вы молчите, во Франции понятно, когда был принят закон, который не понравился гражданам страны, они вышли на улицу и заставили его отменить. Любой другой политик, он все время ориентируясь на тот народ, который не молчит. Он делает те реформы, те изменения, которым нужны народу. Если он их не сделает, его народ сметет. А что будет у нас в Казахстане? Ну придет Дариган Азарбаева, народ молчит. Но зачем ей какие-то реформы, когда всем хорошо, все молчат, протестов нет, никто не возмущается, она будет продолжать курс отца, как она говорит, Китай наша судьба, будем учить китайский, английский, все любые другие языки, вы будете жить в нищете, и дальше почему? Потому что это вас устраивает, потому что вы не возмущаете, даже мышка если ее придавить, она пищит. Если ты крысу в угол загоняешь, она на тебя нападает, даже такие животные. А если наш гражданин молчит, зачем Дариге или Кариму Масимову проводить такие реформы, это просто иллюзия, никаких изменений будет, и все останется по-прежнему, все так же останется без изменений, это надо четко себя понимать. Понятно, давайте тогда еще обсудим по поводу того, для чего нам эта акция, я так понимаю, что мы довольно хорошо свернули в эту тему, давайте обсудим детали, как, во сколько, куда и каким образом люди собираются и как они должны себя проявлять, должны ли они себя проявлять и так далее. Понимаете, если наши граждане понимают и поняли в конце концов, после того, что я сегодня озвучил, что если место на Султан Назарбая будет Дарьга, Карим, ничего не изменится, если это их жизнь не устраивает, они хотят перемен, надо действовать, простое молчание и ожидание ничего вашей жизни не изменит. Как действует? Ради чего существует политическая организация демократический выбор Казахстана, который четко объясняет, что мы хотим сделать, какой политический курс мы берем и какие изменения ожидаются. Они предполагают такие изменения, что в кратчайшие сроки Казахстан нагонит балтийские страны, Латва, Литва, Эстония, приблизиться в течение четырех семи лет по уровню своего развития, по уровню доходов, именно я хотел отметить по уровню доходов странам среднего уровня, как Польша, Чехия, это еще не ведущие страны, если вы хотите этих изменений, вы должны участвовать в переменах, а не просто ожидать. Что значит участвовать? Есть политическая организация демократических выборов Казахстана, которая вам предлагает план действий, а именно добиться смены режима мирным путем, во-первых, во-вторых, в течение полугода временное правительство даст возможность создания свободных партий, когда любой гражданин может их создать и бороться за право прийти в парламент и влиять на жизнь в стране, это второе. Новый парламент изберет правительство во главе с премьер-министром, и новый может отправить поставку правительство во главе с премьер-министром в один день попробовать отправить поставку на султан Назарбаев и у демократического выбора Казахстана есть программа политических и экономических реформ, они все реальны, они все подбиты цифрами, и если бы они были не жизнеспособны, поверьте мне, в правительстве нашлось бы большое количество министров или сам премьер-министр и президент, они бы сказали, о, у них программа плохая, никто из них это не произнесет, более того, я предложил выйти на султан Назарбаеву со всем его правительством и опланировать, и пусть они выходят с тоннами своими документами, постановлением, я выйду без документов, без бумаг, просто по памяти, если бы у них был шанс противостоять нашим программам, они бы этот шанс использовали, они не могут это сделать, значит, наши программы сейчас не могут быть ими раскритикованы, и так, существует политическая организация, у него есть программы, он описывает будущее страны, если вы хотите изменений, то вы, безусловно, должны присоединиться именно к нашей организации, к демократическому выбору Казахстана, и мы такую инфраструктуру предоставляем, существует чаты, активисты, ДВК, и все прочее, координаты со штабом, то есть есть структура, которая готова этим процессом управлять. Второе, почему мы говорим, что нужно выйти 16 декабря, ну, во-первых, потому что это безопасно, во-вторых, потому что не нужно спрашивать никакого разрешения, мы никого не бросаем под танки, мы никого не подставляем, мы обращаемся к нашим сторонникам, почему именно такой день, потому что для того, чтобы правильно организовать людей, вывестили, как в Армении, десятки тысяч людей на улице, требуется определенная тренировка. Мы эти тренировки делали, когда 21-22 марта мы призвали наших сторонников выйти с голубыми шарами. 4 апреля, день аутист, когда по всему миру аутисты и тех, кто их поддерживает, выходят с голубыми шарами, мы тоже это предложили. И, собственно, все это постепенно привело к тому, что мы 10 мая сумели провести первый митинг демократического выбора Казахстана. И вот, если 16 декабря мы добиваемся, что наши сторонники, все те, кто хочет изменений, кто хочет изменений именно мирным путем, и они выходят, то и понимают, что оказывается, таких людей много, нас тысячи, десятки тысяч, и мы таким образом объединяем людей, консолидируем, это нам позволит провести следующие митинги с большим количеством людей, не тысяча какая-то по всей стране, а именно десятки тысяч, и мы таким образом, я уверен, сможем добиться, что выведем десятки тысяч на улице, как это было в Армении, и таким образом добиться смены режима мирным путем. И мы немножко ушли в сторону, такую инструкцию давайте дадим людям, с чем, как, 16 декабря мы идем, во сколько, на какие площади, ну, в смысле, на какие места. Мы сделали обращение к нашим сторонникам и назначили время, 11 часов по местному времени по всех городах и населенных пунктах, по всех городах мы обозначили места, а те города, которые не озвучены, это, они сами знают, это традиционные места, где действительно собираются люди, единственное отличие по времени, мы предлагаем это произвести именно акт такой солидарности в 11 часов. Я хотел бы еще напомнить, знаете, все время нас пугают, где-то обвиняют, что мы какие-то вот экстремисты, и все прочее, и пугают тем, что власть вот она такая, может стрелять, все прочее, полиции будет избивать. Хотел бы вам сказать следующее, это происходит именно давление преследования со стороны власти, когда нас, сторонников, которые готовы активно, открыто выступать, мало. Сейчас речь идет не о выступлении, сейчас идет об акции, тогда эти действия безопасны. я говорю о будущих наших акций о митингах, когда мы не будем просить разрешения у власти, не будем проводить митинги. Так вот, когда будут выходить не десятки и сотни, которые действительно будут подвергаться давлению, они будут страповаться, остальная часть будет говорить, ой, хорошо, что я не вышел, вот видите, у них проблемы. На самом деле, проблемы наступают только в том случае, если действительно наших сторонников мало проявляет отношение к власти, когда будет как в Армении десятки тысяч одновременно, как правило, это было во всех странах, и Грузии, и в Восточной Европе и так далее, когда десятки, сотни тысяч людей, полиция автоматически переходит на сторону народа, автоматически, и тогда действительно мирным путем все и изменится. И поэтому мы как тренировку предлагаем 16 декабря в 11 часов дня по всем городам и населенным пунктам места мы обозначили прийти и выразить дань уважения и солидарности тем, кто пострадал 16 декабря 1986 года и 2011 года в Жаноземе. Мы не приходим с плакатами, требующие отставки Назарбаева, мы даже не приходим с голубыми шарами. Мы можем прийти с фотографиями тех, кто пострадал в 1986 году, в 2011 году. И это естественно, потому что это государственный праздник, День независимости и фотографии этих людей, они размещены в разных местах, в том числе самой властью. Вот, собственно, мы предлагаем, это обычная акция. Ну, отлично. Я думаю, что мы как бы по самому такому большому кругу вопросов, который самому, вернее, часто упоминаем, вот кругу вопросов, прошлись, и по 16-му счету довольно все понятно. Я думаю, что мы можем на этом завершить наш эфир. И сегодня мы вели эфир на моем канале в YouTube. Есть у нас определенные технические проблемы с другими каналами, но мы эти проблемы преодолеем в ближайшее будущее. И эту запись, этот диалог мы выложим записи на всех наших каналах. И я думаю, что мы можем прощаться. Да, Мактар? Да, спасибо. До свидания. Спасибо за эту беседу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok